Всем привет! В этом ролике я покажу с чем нам периодически приходится сталкиваться в нашей мастерской. Случай забавный и даже у меня вызвал удивление. Итак, нам была прислана видеокарта. Сперва расскажу откуда она взялась изначально у владельца. Значит решил себе человек собрать комп. Но времена были майнерские и купить все сразу он не мог по финансовым соображениям. Короче решил начать с карты ибо она самая дорогая комплектующая. Долго мониторил авито и нашел интересное приложение о продаже системного блока с видеокартой GTX 1070 Ti всего за 20000 рублей. И это при том что в то время одни только карты 1070 Ti продавали около 30000 рублей. А тут полностью системник. Пусть и двухядерник, но все же. В общем он покупает его. Разумеется у продавца на квартире всю работоспособность проверил и все было отлично. Однако о сборке своего ПК клиент не перестал мечтать и продолжал докупать остальные комплектующие солишки. Параллельно пользуясь купленным ПК. И вот как только все железки приехали и были установлены осталось за малым перенести карту с одного системника на другой. Что он и сделал. Однако после включения изображения не было. Хотя сам стенд до установки видяхи работал на встройке. Разумеется человек поставил карту обратно в родной системник. И там она тоже перестала давать изображение. А дальше было долгое нахождение карты в сервисе. Где сервисники умудрились сжечь клиенту еще и материнскую плату. Так как они не придумали ничего умнее как только что колхозно отремонтанную карту подрубить в клиентскую плату. Ну и разумеется это не ремонтники сломали, а плата была бракованная. Такое заключение они выдали. Сказали что ее тоже починят за деньги. Но спустя много месяцев ни карту, ни плату они так и не починили и выдали в таком состоянии. В общем давайте разбираться. Друзья, мы знаем как трудно при нынешнем разнообразии беспроводных научников подобрать оптимальные, которые будут идеальными по всем параметрам. Но мы нашли для вас решение. Тюменский Илон Маск, Вадим Боков со своей командой Кейс Гуру потрясает рынок уникальным продуктом. Форбс, Комсомольская Правда, Тинькофф Журнал и Коммерсант признали CGPods лучшими научниками из недорогих и самыми недорогими из лучших. Модель Air 2 самые легкие в линейке CGPods и весит 3 грамма. Отлично держатся в ушах за счет идеальной развесовки и от маленькой капельки уши не устают. А кейс даже в микрокармашек джинсов помещается. Уникальный кейс также и у модели CGPods Lite. Магнитный антистресс-крышка успокоит любые нервы. Главная фишка Lite – влагозащита. Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. CGPods наушники на любой вкус. Черные или белые, сенсорное или механическое управление. Везде есть микрофон. 6 часов работы без подзарядки, а без розетки в сумме почти сутки. Высокое качество по вкусной цене. Всего 5 490 рублей. Год гарантий. Если что, замена на новые, а не ремонт. Хватайте промокод NU2209 на дополнительную скидку 200 рублей. Ссылка на магазин производителя в описании. Слот PCI-Express имеет сильные повреждения. Причем они были получены умышленно. Я подозреваю, что эта карта была в свое время списана в гарантийном модели и после продана как металлолом. В этих случаях карту специально доламывают, чтобы она более нигде не сплыла. Обычно тупо выламывают или перекусывают слоты PCI-Express. Далее эту карту купили и починили. Видимо перекусили очень удачно, что жизненно важные дорожки не задели. Ну и разумеется, такую карту логичнее продавать системники за вкусную цену, чтобы причина такой цены была незаметна. Честно говоря, нужно быть очень упоротым мастером, чтобы пытаться восстановить карту с такими повреждениями текстолита. Во-первых, это максимально ненадежно. Такая карта может от любого чиха снова отъехать. Во-вторых, за собой еще может утащить и материнскую плату, что очевидно и произошло. Ладно, давайте быстренько промерим сопротивление на основных узлах. По 12-ти и 5-ти вольтовой шине сопротивления занижены. Вообще производить замеры при таком повреждении разъема не совсем правильно, потому как разъем резали скорее всего кусачками и в таких случаях запросто могут замкнуть внутренние слои. И что там с чем может коротить, непонятно. Поэтому я сейчас буду снимать чип и проверять его отдельно. Без чипа плата все равно осталась в замкнутом состоянии. Так что скорее всего чип живой. Восстанавливать эту плату нет никакого смысла, это очень трудозатратно и ненадежно. Судя по замерам, на самом чипе он скорее живой. В связи с этим клиенту было предложено подождать, когда у меня появится донор, на который я посажу чип. И если чип покажется рабочий, то он получит рабочую карту. Я не стал предлагать клиенту искать донора на авито, потому что в то время за них просили не меньше 10 тысяч рублей. А вот в каком состоянии будет этот донор, никому неизвестно. И может получиться так, что донор будет весь упаханный и перепаханный, непригодный для посадки чипа. Знаем уже, проходили. Мол карта сломалась, в сервисе сказали чип под замену, в ремонте не была, а по факту там все упаханное и половина элементов снята. В этом случае клиент попадет еще и на стоимость донора. Поэтому я предложил менее рискованный вариант, но долгий, так как неизвестно, когда у меня появится донор. А вот пока эта карта ждет донора, мы починим следующую карту. Это у нас MSI 1070 Armor, у которой при включении черный экран. Часть видеофайлов утеряна, поэтому будет не совсем сначала. Значит карта при включении выдавала черный экран. И судя по посткоду, системная плата ее видела. Если ставить флешку с матцем, то тест видеопамяти запускался. Это отчетливо было видно по индикации считывания на самой флешке и на подачу команды с клавиатуры типа PowerOff. В общем спустя несколько минут можно было флешку извлечь и посмотреть отчет. А он содержал следующие данные. Можно заметить, что имеются ошибки по каналу B1. Ну и согласно схеме в руководстве матц, это у нас третий чип против часовой стрелки. Но все, проблема найдена, надо только чип заменить, скажут многие диванные специалисты. Но я в очередной раз покажу, что матц не указывает на чип памяти. Значит снимаем указанный чип памяти и меняем на новый, который мы ждали соли целый месяц. Это я так шучу, но если начал писать коммент про мои умственные способности, не останавливайся, удовлетворись этим маленьким упреком. А я произведу замеры на линии данных под чипом памяти, согласно этой схеме, где зеленым указаны линии данных. Вот сопротивление или падение напряжений, кому как удобно мерить, на всех этих пинах должны быть одинаковыми. Проверив все эти пины, на одном обнаружен обрыв. Вон на мультиметре показывает 0, а должно быть как на соседнем, 0,407. Далее я сниму видеочип, чтобы уже наверняка исключить обрыв внутри текстолита. Согласно BoardView на эту карту, проблемный пин выныривает под видеочипом в этом месте. Раз пищи, значит обрыва нет. От платы теперь можно отстать. Давайте произведем замеры на самом видеочипе. Обрыв, а должно быть как на соседнем пине. И какой вывод мы можем сделать? А то, что клиенту не повезло. Обрыв внутри самого видеочипа. И это никак не лечится. Вернее, лечится его заменой. Но таких чипов в продаже нет. И клиент решил нам продать эту карту на запчасти. И как вы, наверное, догадались, на эту карту я буду сажать чип, снятый с предыдущей карты. Видеочипы отличаются, так как один 1070, а другой 1070 Ti. И скорее всего понадобится какая-то доработка. Чипы я за кадром запаял. Видеопамять я вернул на место. Карта запустилась. Но правда, пришлось прошить видео биос от MSI на 1070 Ti. На родной прошивке карта работала на заниженных частотах. Карточка уже сутки на тестах. Думаю, ремонт можно считать завершенным, а апгрейд успешным. Я еще раз наглядно показал, что МАЦ не указывает на неисправность видеопамяти, а лишь показывает на проблемы в линии видеочип-память. А вот причинами могут быть сам видеочип, видеопамять, обрыв дорожек в текстолите, дефект в БГА-пайке. Вот такие дела. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Вот, ребят, так у нас Геркулес превратился в MSI. Кстати, MSI намного крупнее. Хорошо это или плохо, конечно же, нам подскажут комментаторы. Поэтому я вас жду в комментариях, что вы на этот счет скажете.